Девушки отдыхают Мы находимся в Некрасовке. Здесь в рамках программы «200» возводится один из уникальнейших храмов этого замечательного проекта – собор с честь иконы Божьей Матери воспитания, проект которого выполнен в византийском стиле. Последний раз мы были на этой площадке год назад. И, конечно, очень интересно посмотреть, как далеко продвинулись строители сейчас. На данный момент стены храма поднялись почти на 15 метров. И хотя его строительство еще далеко не завершено, уже сейчас можно смело говорить о том, что собор станет одним из красивейших в Москве. Как уже упоминалось, церковь будет освящена в честь иконы Божьей Матери воспитания, древнего византийского образа, имеющего благодать, помогать людям в воспитании и учебе детей. Поэтому одной из своих главных задач «Новый приход» видит в формировании личности молодых людей в лучших христианских традициях. Эта идея обрела свое особое воплощение и в архитектурном оформлении. Основная задача этого храма – это испытание молодежи. Поэтому наш храм, он сознательно был сделан в формах византийских для того, чтобы сам образ храма был таким, скажем так, грубо говоря, наглядным пособием для молодых людей, которые приходят в церковь, чтобы они увидели, с чего начиналась архитектура русской церкви, что это основа византии для православия. И здесь будет большое количество мозаик, большое количество росписей, резьбы по камню. Поэтому здесь они увидят весь синтез искусств, который является таким учебником для молодежи. При разработке проекта внутреннего убранства храма особое внимание было уделено иконостасу. Вместо стены или перегородки, отделяющей алтарь от прихожан, будет установлена простая алтарная преграда в стиле древних христианских церквей высотой 1 метр. Царские и диаконские врата также будут низкими. Благодаря этому дети смогут видеть то, что происходит в алтаре во время литургии. Такая близость к таинству и непосредственное участие в нем составляют, по мнению автора проекта, необходимый элемент воспитания подрастающего поколения. Вот этот проект вы сразу можете увидеть, что он развеивает миф о модульных и типовых, и каких-то, как там говорили, малобюджетных храмах, которые будут строиться по этой программе. Этот храм, конечно же, строится по индивидуальному проекту. Он строится в абсолютно традиционных конструкциях. Это кирпичная кладка на сложном озерковом растворе с свинцовыми кровлями. То есть, в общем, тут такая попытка внутри современного безликого, достаточно безликого микрорайона Некрасовки создать такой, можно сказать, духовный айз. История нового прихода берет свое начало в 2001 году, когда в Некрасовке был открыт храм в честь преподобного Сергия Радонежского. Располагается он в помещении, ранее используемом как склад. До этого времени в районе не было ни одной действующей церкви, и потому здесь вскоре образовалась очень большая община. Малый храм быстро перестал вмещать всех желающих попасть на службу. В течение восьми лет община пыталась получить разрешение на строительство новой просторной церкви, но начать работу получилось лишь благодаря программе 200. Строительство церкви ведется исключительно на пожертвования. В основном ее стены поднимаются благодаря именным кирпичам. Это старинная русская традиция. Вы видите, сколько здесь имен? Все это люди, которые мечтают о скорейшем появлении храма в Некрасовке. 19 мая в День Святых Жен Мироносец площадку посетил епископ Воскресенский Савва, управляющий юго-восточным викариатством, и совершил божественную литургию в Малом Храме. После богослужения состоялось торжественное освящение закладного камня в основании нового Дома Божия. Основывается церковь сия во славу великого Бога и спаса нашего Иисуса Христа в честь иконы и о Божией Матери воспитания во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Под закладной камень владыка поместил памятную капсулу с посланием, в котором рассказывается история нового храма и перечисляются имена жертвователей. К их числу принадлежат многие жители района. Слава Богу, что все-таки народ задумывается о том, что необходимый храм Божий. Действительно, мы с вами сегодня видим, что многие из вас здесь пришедшие являются попечителем этого замечательного храма. Старается и глава управы Сергей Викторович о том, чтобы этот храм был скорейшим образом воздвигнут. Я думаю, что открытие этого храма со временем и его освящение будет особым событием и особой новой вехой в истории этого микрорайона Микрасовка. Я думаю, что жизнь здесь начнется литься и созидаться по-иному. По-иному ракурсе. В каком? С благословением Божьим, с покровом Пречистой Девы Марии. Ведь храм Божий – это не просто кирпичи, не просто цемент, купола, кресты. Храм Божий – это то место, где Церковь Христова собирается. Церковь Христова – это мы с вами, люди, которые наполняют этот храм Божий. После церемонии закладки епископ Савва возглавил крестный ход вокруг всей территории района. Общая протяженность маршрута составила 3 километра. В нем приняли участие более полутора тысяч человек. Люди шли целыми семьями, с маленькими детьми, и событие к всеобщей радости получилось масштабным и праздничным. Редактор субтитров А.Семкин Обходить крестным ходом весь район для жителей Некрасовки уже стало традицией. Она берет свое начало с момента строительства здесь первых домов. Ежегодно в этот праздник мы идем совместно с нашими жителями, совместно с нашими прихожанами, проходим по нашему району. Первоначально, когда строился один дом, второй дом, мы подходили к новым домам. Но сегодня, когда наших домов уже более 60 новых, конечно же, мы уже просто идем по району и обратили внимание на углах, люди еще подходят. Молимся и идем дальше. Мы защищаем свой район, мы помогаем ему. То есть мы осветили весь район, остановились на каждом углу. Все люди смотрели из окон, все были счастливы, довольны. Конечно, это шикарная традиция, очень приятно. И к тому же все люди, которые не были в храме, смотрят из окон, удивляются, что это интересуется. И может в следующем году они придут. В этом году приход примет участие в программе, связанной с образовательной деятельностью. Она имеет цель ее воспитать в молодежи уважение к традиционным духовным ценностям. Поставленная задача напрямую связана с посвящением храму. Не случайно, то, что сегодня уже сказано было многими по поводу того, что это наш храм иконы Божьей Матери воспитания. Мы сегодня вошли в новую программу еще и университет район, это Краснекрасовский университет, совместно с управлением, с департаментом образования города Москвы, совместно с высшей школой экономики. Сегодня есть новая программа, которую мы хотим испытать на наших школах. И поэтому эти сетевые наши школы, которые вошли также еще и Капотний район, и Маринские школы некоторые, и Восточный округ, я думаю, что все совместно даст возможность нашим детям быть более культурными, более воспитанными. И мы сделаем все, чтобы это все случилось конкретно. Отрадно видеть, что управы и жители района принимают такое живое участие в общественной жизни. И сообща организовали живую творческую атмосферу в районе, благодаря которой каждый чувствует свою востребованность. И центром благих начинаний стал новый храм в честь иконы Божьей Матери воспитания, рождение которого произошло благодаря усилиям людей и программе «Двести». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин